Здравствуйте, дорогие мои друзья! Знаете, привыкли мы, так сказать, ну, во всяком случае, говорить о докторах, о врачах, как о каких-то людях благородной профессии, как и об учителях. Спору нет, действительно. Но хочу я вам рассказать просто вот свои впечатления всего. Сначала расскажу об истории, которая произошла в лесосибирске. Да, лесосибирский, ну, как мы понимаем, сибирский городок. Там Сергей Ромашов попал в больницу. И, ну, родные волновались, но в больницу не пускают для посещений. Его жена приходила каждый день, волновалась за своего мужа. Муж еще, так сказать, мог бы вполне еще пожить. Но врачи вроде обнадеживали. Она ходила, смотрела. К ее мужу подходили, видимо, нечасто. Он ей там звонил, сообщал об этом. И становилось все хуже и хуже. Однажды она пришла. В тот день оказалось, что муж ее умер. Она об этом еще не знала, ей не сообщили. И, ну, как бы подсмотрела, сняла через окно, как доктора отмечают, празднуют Новый год. Сидят, смеются, целуются. Ну, как мы понимаем, выпивают. Потому что почему-то доктора тоже подвержены этому некому греху пьянства. Ну, видимо, снимают стресс. Знаете, вот как бы такие полицейские часто являются пьяницами. Ну, и врачи тоже. Стресс надо снимать. Хотя, вроде, понятное дело, что медицина всегда говорит, что алкоголь вреден. Но почему все врачи пьют? Ну, многие врачи пьют. Вот это вопрос. Значит, что-то не так. Не так с душой или с совестью. Ну, или с нервами. У кого как. Так, человек умер. Да. Ну, ничего. На работе врачи привыкают, да, к этому. Это женщина видео выложила в сеть. Понятное дело, обидно. И осталось, конечно, осадок. Понятное дело, что, может быть, человек мог умереть, ну, потому что пришел срок и болезни. Но после, видимо, этих кадров родственникам, жене этого мужчины показалось, что можно было, наверное, что-то сделать, спасти этого человека. А врачи всегда холодно, да. Ну, вот так сказать, все. Ваш муж умер. Забирайте его. У меня тоже складывается впечатление, что, наверное, могли спасти. Но вот это вот равнодушие медицинское. Вы сталкивались с этим? Потому что всегда принято говорить о докторах, как вот таких неких святых людях. Я расскажу вам, ну, несколько вот своих примеров. Не часто я сталкиваюсь с врачами, потому что, ну, как бы стараюсь лечиться, если заболеваю своими средствами народными. Но сейчас, как говорится, когда овладеешь энергией, то, может быть, и медицина, и таблетки уже становятся чем-то ненужным. Но, во всяком случае, сейчас зарекаться не будем, друзья мои. Ну, вот однажды, это было давно, очень давно, я ездил, так сказать, в поход. В поход на природу, достаточно далеко. И там отравился. Ну, не просто отравился, а получил химический ожог. В реке, искупавшись в реке, на следующий день получил, так сказать, на ногах появились вот некие такие язвы, как вот от химического ожога. То есть, видимо, в реке было что-то такое. Хотя внешне было незаметно. Хорошо, что в этот день, так сказать, мы возвращались, я приехал домой. Ну, и на следующий день поднялась температура достаточно серьезная. Я чуть не в забытии находился, поскольку, видимо, кроме ожога, вот этого, они достаточно небольшие по площади были, но как бы глубоко проникали. Видимо, еще и такое химическое отравление. Жена моя вызвала, я уже был женат, я рано женился, вызвала скорую. Приехала скорая, посмотрели, так сказать, госпитализироваться я отказался, хотя были советские времена. Мне вкололи какой-то укол, чтобы там температуру сбить или еще что-то, и уехали. Ну, значит, становилось все хуже и хуже, я уже говорил жене, не надо вызывать, я сам, как говорится, с утра переболею. Но, видимо, уже находился в состоянии такой полузабытии, в бреду, наверное, что-то там, что-то уже там шептал. Она испугалась, вызвала опять скорую, и, так сказать, меня уже вкололи там анальгин с димедролом. Я вообще в состоянии просто в таком несознательном. Значит, меня привезли в больницу. Привезли в больницу, привезли, значит, ночью, и в приемном отделении я провел, наверное, всю ночь. Сидя на стульчике, совершенно думаю, блин, почему же я, дурак, дома-то не остался, не уцепился там руками и ногами. Потому что никто ничего делать... Пришла врачиха, там что-то посмотрела, сказала, а скоро сделал лук, ну, хорошо. Даже вот в палату проводили меня, наверное, уже предрассветным часом. Я просто мечтал хотя бы какую-то койку получить. И там, значит, я очутился в ожоговом отделении. Ну, на следующий день мне стало легче. То есть, как говорится, болезнь начала отступать. И я уже там продержали меня два дня. Каждый из этих дней я, в принципе, почти ничем не лечили. Что-то... Ну, как бы эти ожоги смазывали. А там, конечно, я насмотрелся в ожоговом отделении ужасные картины. Люди там обожженные и на кроватях. И это действительно впечатление на всю жизнь получил. Понимая, вот насколько это опасные вот эти вот ожоги. И как люди там, ну, буквально помирают. Потому что, знаете, отравление происходит тело. И уже человек умирает не столько от ожогов, как от вот этой интоксикации. Которую, ну, очень тяжело убрать. Отказывают и почки, и все остальное. Ну, меня, так сказать, вселенная миловала. И я вернулся. Ну, вот это вот ощущение, когда тебя привезли в больницу. Ну, в принципе, вообще чуть не в невменяемом состоянии. Что человек видно, что как бы... Я там сидел, ну, не знаю, там 4-5 часов. И врач только так прошел и посмотрел на меня. Недавно, друзья мои, тоже, как говорится, побывал я в современной больнице. В качестве пациента. И тоже, знаете, врачи, ну, какие-то вот там капельницы, что-то они делали. Но обход, что такое обход? Раз в день на буквально там полминуты заходил врачиха, смотрела и говорила, все в порядке. И уходила. Все. Нечего там измерить что-то. Ну, там, понятное дело, там температуру мерили, еще там сатурацию. Понятно. Но, друзья мои, вообще, я понимаю, да, понятно, хорошо у вас построена эта схема, надо быстрее отсюда рвать. В том числе, несколько раз в своей жизни я сопровождал родственников в больницу. И тоже видел вот эти вот приемные отделения. Человек привозят, и его начинают тоже там по кабинетам. Либо он сам ходит, если в силах, либо его возят родственники. То есть, там УЗИ, там анализ, там еще что-то такое. В каком человек состоянии находится, их, ну, не особенно волнует. Я не знаю, как вот показывают в сериалах, там, срочно человек в больнице, его хватают, встречают и везут там, уже там, сразу же делают какие-то уколы. Нифига подобного. Вот несколько раз я со стороны вот этой картины, когда человек всегда приезжает в больницу на скорой, но как бы в состоянии серьезном, критическом, что уже плохо. Но вот там, в приемном отделении, люди проводят часами. И вот эти врачи ходят спокойно, поглядывают, хихикают. И как бы даже говоришь, ну, может быть, как-то ускорить. Ну, сейчас-час подождите, сейчас-час подождите. И вот это ожидание и понимание, что, а если чего-то, а, знаете, вот человек с инсультом, да, вот это, имеется вот секунды, нужны там, ну, минуты, да, чтобы потом последствий не было. Знаете, я помню историю своего друга, который сразу же вызвал скорую, когда его мама, так сказать, ее там, парализовала половину тела, он тут же вызвал скорую, потому что человек был грамотный и знал, что надо срочно. И точно так же он оказался в больнице, и там, прежде чем мама попала в палату, прошло, ну, 3-4 часа. И, естественно, когда что-то там сделали, какие-то вот эти вот процедуры, осознали, что у нее инсульт, и уже было поздно, да, то есть, ее там, она выжила, ее выписали через какое-то время, но последствия для нее, если сразу бы это сделали, то есть быстро, существует там золотой час для инфаркта и инсульта. Уже большая часть мозга была повреждена, и она уже не встала, то есть, потому что, а потому что она уже лежала, там, кровать он ей специальную купил, еще что-то, у нее тоже очень быстро, когда человек не двигается, начинают тоже отказывать. То есть, она еще пожила где-то полтора года с мучениями, и, ну, тоже из-за просто вот, потому что равнодушие и халатность. Вот это вот равнодушие и халатность, да, и вот этот случай из этого леса Сибирска, мы понимаем, что эти люди, да, ну, помирают, но он и так помрет, или помрет, или выживет. Вот это, друзья мои, я понимаю их подкод. Вот я сам, в принципе, так считаю, что человек или выживет благодаря, там, силе своей души, там, возможности, либо умрет. Вот, ну, вот, все-таки мы надеемся от врачей, от докторов получить вот это вот. Не сомневаюсь, что есть люди, которые специально, тут, наверное, в эту профессию люди идут, чтобы помогать, там, своим близким, себе и другим, да, наверняка такие есть. Вот мне, друзья мои, почему-то такие люди, вот такие доктора на моем пути, я с ними не очень много контактировал, не встречались. Ну, вот почему-то не встречались. Возможно, у меня, знаете, узкий взгляд на это, так сказать, не в полной мере я это воспринимаю. Но, вот, мой личный опыт показывает, что не все в порядке в этом, в этом, так сказать, медицинском королевстве. Ой, ой, как не все в порядке. И происходит, наверное, профессиональное выгорание. То есть, вот, молодые приходят туда с жаждой работать, там, с жаждой помочь. И выясняется, знаете, как и в полиции, наверное, приходят люди молодые, им говорят, да, не надо, не надо тут свою арияность. С преступностью мы знаем, как бороться, мы тебя научим. И учат, да, то есть, вот, идет целая череда. И вот этому равнодушию тоже учат. Что же там? Ну, врачи руками развели, когда жена, там, вот этого Сергея обратилась и сказала, а что ж вы вот пьянствуете-то, когда муж мой помирает? И сказали, он и так, он и так уже помер. Все, судьба пришла. Печально, друзья мои, но, значит, надо укреплять свой иммунитет. Знаете, на докторов надейся, а сам не плашай. Вот это вот наш девиз должен быть. Потому что хорошо, конечно, замечательная профессия, и люди, наверное, хорошие там работают. Но, к сожалению, на моем пути они не попадались. А вообще и встречаться не хочется. Да, вообще, как можно меньше. Ни поликлиники, ни больницы, ни еще что-то. Как бы надо желательно обходить стороной. Ваше здоровье – это, в общем-то, ваше дело. Тут ни правительство, ни гражданин Мишустин, ни гражданин, кто там, мурашка. Посмотрите на их лица. Явно тоже они из тех, из той, из тех нехороших докторов, из тех плохих айболитов, а нехороших. Я надеюсь, что хорошие все-таки есть в этом мире. Все, друзья мои, пока.